В четверг, 3 октября, состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва на приговор Тверского районного суда Москвы. Защита бывшего градоначальника и владельца группы компании «Восток-Цемент» настаивает на том, что Пушкарёв не виновен и требует отменить приговор, сообщает независимая газета в своей публикации. Шансы на свободу, чем закончится судебное разбирательство по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Его обвиняют не в незаконном предпринимательстве. Что было бы понятно, ему инкриминируют получение взятки, коммерческий подкуп и превышение должностных полномочий. Защита настаивает. В деле имеется целый массив доказательств того, что в действиях Пушкарёва нет состава преступлений по этим статьям. В преддверии принятия решения по апелляции «Независимая газета» выяснила, что думают эксперты о подоплёке этого дела и шансах Пушкарёва выйти на свободу. В деле Пушкарёва по факту жители Владивостока видели следующее. Была поставлена задача подготовить Владивосток к саммиту ОТЭС-2012. И Пушкарёв, бизнес которого по производству цемента на Дальнем Востоке был фактически монопольным, конечно же, подключил и свои ресурсы. Это позволило в сжатые сроки в кредит подготовить дороги и всю необходимую инфраструктуру. Поручение президента выполнено, но спустя несколько лет за это Пушкарёв, собственно говоря, и поплатился. Хотел как лучше, а получилось как всегда. С этим мнением согласен и политолог Павел Наливайко. Ни для кого не секрет, что у Пушкарёва были непростые отношения с экс-губернатором Миклушевским. Но и тот, видимо, понимая по своему задачу декриминализации региона, вот решил таким образом поиграть. По юридическим нормам судить человека должны там, где и происходило нарушение закона. Каким образом удалось продавить, пробить решение о суде в Москве, я, к сожалению, не готов сказать. Но это вызвало серьёзный резонанс здесь, у дальневосточной публики, подчеркнул Наливайко. Независимая газета пишет, если это действительно так, то у Пушкарёва вполне есть шансы на смягчение наказания. Ведь Владимир Миклушевский не губернатор уже почти два года и сейчас занимает гораздо более скромную должность ректора Московского политехнического университета. Причём отставку самого бывшего губернатора эксперты связывали с уголовными делами против его замов, постоянной сменой руководителей департаментов, скандалами во время избирательных кампаний. Очевидно, его влияние и политический вес значительно поуменьшились. Так ли это узнаем 3 октября на судебном заседании по апелляции дела Пушкарёва.